Сильные и отважные сотрудники МЧС готовы прийти на помощь в любой ситуации. Своё мастерство они показали в соревнованиях на маломерных судах. Более 100 спортсменов из 17 регионов Центрального федерального округа приехали во Владимирскую область. В течение трёх дней они боролись за звание лучших. В программу соревнований входят тестирование, это юридические звания, кольцевая гонка на катере, и маневрирование на гидроцикле, и маломерном суде. Государственные инспектора, ввиду своей деятельности, они преследуют повышителей, поэтому они должны и сами умело управлять фаутерами средствами. Конечно, профессиональные качества. Подчеркну это и оказание первой помощи, определенные теоретические знания, знания спасания людей народа, всё здесь это присутствует в элементах. Список элементов, которые должен выполнить каждый сотрудник МЧС, по-настоящему велик. Бросание конца Александрова, спасательного круга, подход к пострадавшему, буксировку транспортного средства. Каждая сэкономленная секунда может принести команде победу. Маломерных судов, которые применяются и стоят на вооружении в МЧС, в МЧС России, в ГБО, очень большое количество. И они все разные по своей мощности, объему и, естественно, по тем моментам, где их можно применять. Есть малые рейки, есть очень большие акватории. Поэтому инспектор, который действительно является победителем, он должен быть разносторонне подготовленным и уметь владеть всевозможными маломерными судами и грамотно эксплуатировать. Значимость для инспектора очень велика, потому что встречается много областей, делятся опытом, общаются. Вообще, я считаю, что надо проводить как можно больше таких встреч для общения и принимания опыта. Победителем соревнований стала команда из Рязани. Это дает молодым людям право выступить во всероссийском этапе и побороться за главный приз. Соревнования пройдут с 25 по 28 августа в Нижнем Новгороде. Однако готовиться к ним команде некогда. Сколько это времени уходит на подготовку? На подготовку времени у нас в принципе нет, потому что нам еще нужно работать. Безопасность людей на водных объектах в первую очередь. Поэтому мы делаем свою работу. Скажем, вот так вот. То есть для нас это работа, а не такая подготовка, что спортсмены просто выполняют то, что мы должны делать и уметь делать. Опытная рязанская команда не раз занимала верхнюю ступень пьедестала. В 2014 году им уже удалось одолеть сильных соперников. Пожелаем им удачи и в этот раз.